Мои дорогие друзья, рад представить вашему вниманию замечательное произведение Атаку Титанов, финальный сезон. Я хочу здесь показать две главенствующие мысли, которые я хочу для вас иллюстрировать. Первый тезис, который вам в голову я хочу заложить. Агрессия останавливает только встречную агрессию. Любое право должно быть подтверждено силой. Если вы не способны обеспечить свое право собственной силой, либо силой, которую вы выстроили и выстроили внутри себя, то ваше право является сфабрикованным нулем и больше ничем. Именно эти два тезиса я хочу показать в разборе на Атаку Титанов. Приятного просмотра. Слабый должен погибнуть. Мы начнем новую жизнь, где-то подальше отсюда. Видите, в самом произведении Атака Титанов очень хорошо лидируется проблема детей, проблема нации, проблема меньшинств, как во всем мире. То есть каждый беспокоится и заботится ровно о том, что его заботят. Если эти дети хотят накопить денег, потому что их экономическая система и модель, в которой страны не находятся, позволяет им это сделать. Они готовы воровать, отрубать себе руки, передавать, приступать через себя. Тогда как Эрн Егер и наш уважаемый Армин хотели просто увидеть океан. Они хотели ощутить соли, они хотели ощутить ветер, хотели ощутить свободу, настоящую, неподдельную. И в этом своем проявлении сталкиваются с чем? С преградами этого мира, потому что мир устроен немножко по-другому. Но мы с вами будем плавно раскрывать эту тему, понимая, к чему мы себя подводим, к чему мы себя ведем. Однажды тебе отрубят левую руку. И что? У нас есть другой выход? Обратите внимание, дети 13-летние, может, 10-летние, готовы посчитаться своими конечностями, своими частями тела, дабы обрести мнимую на свободу. И задаться задуматься, задаться вопросом, что я делаю для того, чтобы в своей жизни иметь привилегию, хотя бы как, давайте так, допустимое рабство. Назовем это допустимым рабством. В любом случае человек не способен ощутить настоящую неподдельную свободу, потому что он всегда зависим от питания, от еды, от солнца, от воды. Это тоже рабство, тоже зависимость. Но та зависимость, которая его устраивает. И здесь ребенок готов поступиться частью тела, чтобы в конечном итоге ощутить то, что, по его мнению, будет считаться наследием. Представьте, какой психический ресурс необходимо внутри себя содержать, чтобы вот так смело, так ярко, так открыто заявлять о том, что для тебя является важным. Это воистину сильные вещи, это воистину сильные поступки. И это, казалось бы, такой незначительный момент в сериале, но стоит посмотреть на детей, которым отрубили руку, за то, что они хотят иметь возможность быть сильными, это многого стоит. Однако, давайте обратим внимание именно на эту иллюстрацию. И вообще, почему я решил разобрать данное произведение, данную кинокартину, данное прекрасное, всеми нами любимое аниме «Атака титанов», да потому что это абсолютно реальный мир, это абсолютно реальнее, чем большинство картин мира в этой жизни. Я вам отвечаю, что картина под названием «Атака титанов» намного более реальна, чем тот мир, в котором живут люди, пребывающие на Бали. Намного реальнее, понимаете, потому что в «Атаке титанов» происходит смерти, в «Атаке титанов» происходит то, что происходит. За свободу нужно бороться. Чтобы быть сильным, необходимо за это бороться. И в этом мире фабрикованных полуфабрикатов, находящихся в абсолютной пространстве, в абсолютной иллюзии. И поэтому, когда у тебя есть возможность наблюдать такое прекрасное произведение, как «Атака титанов», надо быть благодарным Господу Богу, Вселенной, создателям, аниматорам, рисовщикам, за то, что они воспроизвели и сделали такое наследие. И вот мы обратим внимание на данного персонажа. Это памятник. Человек стоит с копьем и пробитой головой титана. То есть у него под ногой голова титана. И там будет маленький легкий момент, когда это будет крушиться и ломаться, когда будут идти титаны. И как интересно получается, сейчас люди воздвигают памятник тому, кто победил титанов, и под этими титанами эти люди сегодня погибнут. Вот ирония жизни. Если ты не готов обеспечить свое право правом силы, грош цена твоему памятнику и грош цена твоим воззрением. Если ты готов что-то заявить в пространство, держи сюжетную линию до конца. В конечном итоге право силы будет определять тебя, и право силы будет определять, где и кем ты будешь на этой планете Земля. Поэтому если вы бесконечно гениальный человек, но не можете обеспечить свое право правом силы, постоять за себя физически, это бублик, это барашка, это ноль. Это бублик, ноль без палочки. Вы ничего из себя не представляете. Надо иметь смелость в этом признаться, и только после этого взращивать персональную силу, которая даст вам возможность столкнуться с чем? Внимание! С болью от того неприятного чувства слабости, которое мы в себе не хотим замечать и видеть. Но именно такие сюжеты, такие моменты, мой разговор сейчас будут в вашу душу прорезать, вставлять я буду вам туда пики, копья, мечи своим словом, чтобы вы ощущали эту уязвимость, и чтобы вы не были согласны со мной, чтобы вы доказывали своими действиями, своими выборами, своими позициями в жизни. Стать сильнее! Стать сильнее! Эти люди покидываются за меня. Что велико? Все то, что стремит тебя к силе, к власти, к возможности проявлять себя. Что является слабостью? Любое снисходительство, любое понебратство, любое отношение, где ты чувствуешь себя ничтожеством. Вряд ли кто-нибудь на острове Параде сможет найти способ, как всем выжить. Экзистенциальный вопрос. Как выжить всем? Вся история, весь мир знает историю титанов. Титаны несли большую угрозу. Их заточили на острове и начали скармливать себе самих. И весь мир считал, что это нормально. Весь мир считал, что это правильно. Весь мир считал, что это корректное взаимодействие с этим видом биологическим. И когда титаны начинают поднимать свое знамя победы, они начинают использовать ту силу, которая в них заложена по умолчанию, весь мир кричит, вы никчемные, малограмотные, которых нужно изолировать из общества. Один вопрос. Если это существует в этом обществе и создателем запланирован такой исход, значит на это есть определенные причины. Если такая конфигурация в этом мире существует, значит мир настолько пришел в тотальный хаос и настолько себя саморазрушает, что конечная инстанция в лице титана в стене абсолютно легитимна. Она нивелирует все те последствия, которые наступят после дрожжи земли. То есть дрожж земли это следствие генеративного, несостоявшегося, не умеющего, не желающего найти компромиссные решения и быть человеком при взаимодействии с друг другом. Вот на это опирайтесь, вот на это отталкивайтесь. Если какое-то событие, какое-то следствие в вашей жизни вас не устраивает, но вы так жадно думаете и не понимаете, почему это происходит, отправная точка номер один. Потому что это происходит, потому что это есть как явление в мире. Второе, вы являетесь связующим звеном между той причиной, которая запустила этот процесс и следствием, которое вы имеете сейчас. И третье, имейте смелость признать, что это вы запустили череду таких событий и только вы можете и способны на это повлиять. Да, можно говорить, что это слишком большая ответственность, это невменяемые вещи, но это способно исправить вас как человека, как единицу, как личность. Но это правда, все мои дети лучше умеют. Представьте, ну в любом случае у Эрн и Игоря развивается шизофрения, потому что, чтобы сохранять внутри себя такое количество диалогов, такое количество позиций, такое количество взаимосвязей и отношений, необходимо очень-очень-очень глубоко отрефлексировать происходящее. И когда ты решаешь вопрос, будет ли весь мир жить, либо останется одна страна, и у тебя есть возможность, чтобы осталась только одна страна, ну это нужно быть прям психопатом в самом прямом смысле этого слова. И когда он говорит о том, что может быть всему миру необходимо остаться жить и принести себя в жертву, это в нем отголоски морали, в нем отголоски чувства вины и стыда. А чувство стыда, как нам известно, является почвой для взращивания морали. Но задайте себе вопрос, он опять же экзистенциальный, понимающий вас как человека, он иллюстрирующий вас как единицу, как человека. А если бы вы оказались на месте Эрна Егаря, а если бы вы были под давлением, под гнетом все свое суверенное время, когда вы себя осознаете и понимаете, как бы вы себя повели, зная и осознавая, что весь мир желает вам смерти, вы бы сказали, да, я умираю, имея при этом силу Титана, который может это порешать. Я думаю, что сказав себе вопрос честно, можно много про себя нового узнать. Бегите! Бегите! Да, всем конец! Вы просто вдумаетесь в одну простую мысль. Как можно было снять такой сериал, чтобы нарратив, который закладывается в сюжетную линию, был понятен абсолютно каждому человеку на планете Земля? В любом штате США, Перу, Чили, Турция, Алжир, Египет, Греция, Германия, Беларусь, Дальний Восток, Индонезия, Китай, Иран, Япония, Австралия, Везде, где есть сериал аниме Атака Титанов, всем будет понятен первородный конфликт. Объясните мне, если мы все взращиваемся в разных культурах, в разных эпосах, в разном пространстве и времени, у нас у всех разный отпечаток, разное наследие внутри нас, почему, когда ты смотришь аниме, тебе понятен нарратив? Исходя из этого состояния, можно говорить о том, что-то внутри нас является ультимативно данным с рождения. Потому что снять то, что будет понятно каждому человеку на планете Земля, надо иметь невероятные глубины понимания самого себя и того, что происходит вокруг. Что является успехом? Попасть в большинство, попасть в максимальное количество людей, которые понимают главную канву и признают ее. И мы это можем наблюдать с вами вместе. У нас всех сейчас раздумчик. Конечно нет. Даже не думай сдаваться. Видите, прекрасно иллюстрируются две предустановки. Одна предустановка на успех, а у другого мальчика предустановка на данность. И предустановка на успех этого мальчика, которого отрубили руку. Почему? Потому что он, несмотря ни на что, является абсолютно уверенным в том, что можно порешить любую ситуацию в жизни, даже когда у тебя одна рука. И второй мальчик видит титана, понимает, что скорее всего этот титан сейчас его накинет, этот титан его растопчет, но ему так страшно не так сильно, что данность она ультимативна. И он смотрит только за рамки двух секунд. За рамки той жизни, которая у него есть. А парень, который с предустановкой на успех, с таким типом психики, даже когда будет умирать, будет понимать, что в целом я могу и выжить. Надо иметь внутри себя предустановку на успех, чтобы иметь возможность выздоравливаться в терапии, чтобы иметь возможность получать результат от жизни, предустановка на успех является ультимативным качеством вашей личности. Работайте над тем, чтобы выбирать себя и получать результат в жизни. Я совсем иначе представлял себе книги Армином и прописан совсем иначе. Видите, что я иначе представлял себе мир и в книге Армином был прописан совсем иначе. Нет, мир именно такой, каким он есть. Просто люди, когда описывают ту реальность, в которой они находятся, они оставляют и запечатляют самое лучшее, потому что самым лучшим действительно является классным. представьте, на фоне всего того, что происходит, есть солнце, есть облака, есть ветер, есть природа, но природа безлика. Она принимает ту данность, которая с ней происходит. И только человек окрашивает вот тот цвет, который для него является сейчас главенствующим, который для него является сейчас определяющим. А для него этот цвет мрака, страха и ужаса. Но если пройдет сто лет и эта катастрофа просто увековечится в истории, и люди не будут понимать и знать, потому что они не застали это явление, они скажут, ну так бывает, и мир все равно прекрасен. Вот реальный мир. Абсолютно реальный мир. Он из этого соткан, он из этого состоит и он так существует, так функционирует. Умирают люди, потому что кто-то решает, что так будет. Представьте, это очень неприятно, это очень страшно, это очень несправедливо для обывателя. Но справедливости не существует в этом мире, потому что справедливость это выбор тех людей, которые хотят жить в иллюзии, в забвении того, что кто-то почему-то как-то каким-то образом, в общем, если человек открывает рот насчет справедливости, у него беда с башкой и он находится в абсолютно двойных стандартах. Потому что, если этому человеку сказать, что находясь в заведении, официант скажет ему, ой, вы красивый человек, женщина или мужчина, мы вам сделали скидку, он скажет, двойной тариф оплачу, справедливость превыше всего. Нет, он скажет, конечно, еще где побольше урвать кусочек хлеба. И обратите внимание, что очень часто на протяжении всего, на всех этих двух серий будет всплывать фразы, когда люди будут осознавать, какую аморальную, какое ужасное, какое преступление они совершали против своих же сородичей. И опять же, это поднимает еще один аморальный внутренний конфликт. Когда мы думали, что это обернется для нас счастьем, когда мы думали, что это обернется для нас результатом. Рассчитывали мы на такой конец и понимали мы, что он нас достигнет в таком вот виде, в таком вот амплуа. И готовы ли мы к нему, либо мы только сейчас осознаем, что это было некорректно. И процесс мирных переговоров является самым главным и лучшим результатом в отношении любого рода агрессии. Но мирный переговор возможен только тогда, когда есть конфронтирующая сила, когда есть конфронтация прямая. Если бы сейчас с другой стороны шло столько же титанов колоссальных и один прородитель, им бы пришлось договориться, потому что нет смысла убивать всех, потому что остался бы в конечном итоге какой-нибудь один титан и никому от этого нет смысла. А когда мы имеем такое наследие, разговаривать смысл есть. И когда у них была возможность разговаривать, они как грязное мясо дешевое использовали людей и думали, что сейчас нам классно будет, когда мы вспоминаем то наследие, которое было вот так и титанов, вне зависимости от того, смотрели вы разбор или нет, это все равно является отдельным произведением, с отдельными смыслами, с отдельной глубиной. Поэтому за все то, что происходит, необходимо платить тем людям, которые считают, что эта плата уместна. Кто-то бы мог сказать, умираем во имя смерти титанов. Подняли бы лозунги, подняли бы знания, подняли бы кресты, подняли бы свои оружия и кричали, мы за бравое дело. И они были бы правы в этом, потому что плата за то, что было раньше, или я был прав и умираю во имя того, что делал раньше, является всего лишь выбором и больше никто не может решать, потому что перед страхом смерти ты всегда чувствуешь вину и скорее всего именно поэтому человека побуждает внутри себя задаться вопросом, правильно ли я поступал. Но глубоко верующий, убежденный человек в свою идеологию на смертном адре может поднять знамя и сказать, мы умираем за бравое дело. А кто-то опускает знамя и кричит, простите, был неправ. Но конечный итог, они умирают. Поэтому вопрос, как вы встречаете то, за что боролись, даже если это не получилось, остается все равно за вами. Вот я про это и говорил. Насколько это сейчас иронично, да? Они ставят памятник смерти титанам, пробивая его копьем. И эти же титаны приходят им и показывают, ребят, ну вы ошиблись. И каждый кто считал, что титаны поступают неправильно, что они поступают некорректно, что это не решит проблему. Заткнитесь нахуй и подумайте еще раз, как бы вы себя повели, если бы голова вашего прадеда либо вашего отца лежала на месте этого памятника и у вас была возможность повести себя так, как ведут себя сейчас титаны. Вы бы сказали, да нет, они не ведали, что творили, давайте их всех простим. И они вызывают мент, убивают. Это жизнь. Теперь вспомните, как титан звероподобный убивал всю армию, которая нападала на него камнями. Вы поймите, насколько мир зеркальный. Когда вы смотрели аниме, испытывали какую-то злость неподдельную в отношении действий со стороны верной егеря, вспомните, что было до этого. Мир зеркальный. Я все-таки терпеть не могу, когда меня называют хорошим человеком. Я убивала даже гражданских. Видите, опять же, мы наблюдаем абсолютную мораль, абсолютная взросленность. А вот опять же, это чувство вины или это моральные ценности? Это моральный ряд заставляет человека подумать, а насколько я был праведен в своих поступках? Вот еще раз, что является у нас первостепенным? Мораль или чувство вины? Вот представьте, человек пребывает в состоянии защиты своей родины. На тебя нападает, ты убиваешь, потому что другого пути у тебя нет. Ты убиваешь в своих соратниках, своих друзей, своих близких для того, чтобы подстоять свою правду. Значит, что человеком движет? Мораль, но превыше морали идея, где эта мораль будет реализовываться. Очевидный вывод? Очевиднейший. Если у человека есть мораль, вопрос, в какой идее она будет реализовываться? Потому что они все моральны, все люди в этой вселенной моральны. Просто кто-то считает, что право на мораль и право на жизнь является более значимым и важным, нежели у других. И имеет на это абсолютное право. Я убивал своих, не мне называть кого-то чудовищем. Я только что это сказал. Я предал, его это побуждает на внутренний конфликт, и внутренний конфликт порождает в нем человечность и наличие возможности смотреть на причинно-следственный ряд. Но кто прав, кто виноват, определяется только одним правом силы. Мне хочется верить, что мир, который мы видели за стенами, еще может удивить нас. Армен еще остается маленьким инфантильным мальчишкой, который считает, что вера в мир иллюзий может спасти его от той реальности, которая его окружает. Они уже убили больше тысячи людей, и это будет продолжаться и дальше, потому что выиграет только тот, кто решит, что хватит. Я в этом останавливаюсь. А другого варианта этого склада не будет. Будет только один исход, который решит Эрвин Егерь. Либо Армен, который будет сейчас противопоставлять свою волю, свою силу в ответ на его агрессию. И что будет дальше? Кружи! Видите, опять, как представляют, девочки сидят в спокойствии, но в грусти. И пиздюк ревет, как баба, плетистеричная. Ну вот и какие стандарты навязываются. Почему так это выставляется? Почему так это показывается? Рассчитываю только на то, что девочка отплакала свое перед этим, и они решили показать только то, как плачет парень. Почему мы должны спасать всех? Человечество все время притесняло на... Вот у Анны проблески здравомыслия и адекватности, которая выставляется опять чем-то неправильным, чем-то узурпированным, чем-то с чувством вины, с оттенком отсутствия здравомыслия. Когда как все антагонисты Анны, элистрируется действительно полная демократия и возможность выбирать. Потому что они не принуждают Анну к войне, к заниманию стороны, они разрешают ей выбрать сторону. И она просто покидает их. И это является критерием абсолютной адекватности. Когда человеку дают выбор по факту его силы, потому что Анна способна быть сильной, они это признают и разрешают ей. Мы на тебя не давим, ты против нас, ты считаешь, что Эрвин делает правильно, но мы тебя все равно отпускаем. Хотя бы последние часы я хочу провести с ним. Представьте, да, сверхсильные люди, которые способны махать мечами, способны на абсолютную силу, на абсолютную нетерпимость, на абсолютную уязвимость, в бою пугаются чувств любви, пугаются чувств быть уязвимым перед любимым человеком, быть уязвимым перед выбором в отношении того, кого любить. Это воистину отражает ту реальность, которую мы наблюдаем. Мы можем быть сверхсильными, сверхдоминантными, сверхуспешными, но увидя себя в этом амплуа, увидя себя с этими чувствами, мы такие неловко Откатываем глаза вбок и думаем Как-то вот жизни тяжеловато получается Я верну его нам, несмотря ни на что Мне больше ничего не нужно Видите, я скажу одно Вот Микаса это архетип абсолютно адекватной женщины В мире аниме Вот это идеальный не придумаешь Сверхсильная, но при этом покорная И затыкается в любой момент времени, когда это нужно Мужчине, которого она любит Отдохну-ка, сыграю в ящик Мне еще пару долгов нужно вернуть Леви Аккерман Леви Аккерман Кроя встынет жила, когда появляется он на сцене Ну, это оплот воли Оплот силы Оплот абсолютной унеуязвимости Оплот бесконечного характера Абсолютного проявления в этот мир Леви это то Что олицетворяет собой Железобетонную сталь уверенности сил Абсолют В мужском обличии Я не смогла переубедиться Не смогла вселить надежду на лучшее будущее Я подвела Многолетняя эвтаназия возможна только после того Когда у всего Кто знал эту историю Отключат такую способность То есть их соцвета земли И это сейчас наблюдается И этот конфликт является первородным Это главный конфликт бюджетной линии Эти люди, которые сидят Они убеждены в том, что могут остановить И они Пока не воплотят это в жизнь Пока не смогут В прямом смысле этого слова Дать бой Эрну Егерю Их картина мира является Иллюзорной Бутафорной Потому что Работает та картина мира Которая претворяется в жизнь И ничего больше Мы не должны сдаться И забыть о последнем приказе фильма Объедините силы И исполните свой долг Представьте, да Насколько Интересным, парадоксальным является то Что один народ Который является сверхсильным Одному поместили идеологию Того, что являются врагами Если вы перейдете на нашу сторону Убив их, вы получите результат Представьте, есть Две семьи по 10 человек Одним из семьи Пятерым людям внушили то Что они помогут убить Своих пятерых братьев И станут почитаемыми Приняли их на свою сторону И начали их стравливать друг с другом И начали профессионально их готовить Вторые пять братьев Просто были теми Кем они являлись изначально И те начинают же с другом воевать Остается два брата И они понимают Что их просто наебали все вокруг И они такие говорят А может убьем всех остальных? Да, логично Но оказался еще один старший брат Который решил вообще всех убить И они вместе с братом объединяются И говорят Давай убьем старшего брата Потому что он начинает волноваться за нас Вот и диалогия Тради Титанов Ну вот понимаете И опять первородный конфликт Твой брат Пытается остановить тебя Чтобы ты не убил Своего старшего брата Который заступается за двух Младших братьев Но есть еще третий мир Который считает Двадцать всех троих Очень плохими Как вы думаете Кто здесь кем является? Сами себе ответьте на этот вопрос Сами себе на него ответьте Вот так в жизни все и устроено И это реальный мир Он соткан из таких выборов Он соткан из таких позиций И в реальном мире Так все отстраивается И так все происходит А мы пребываем В абсолютном омуте иллюзии Думания того Что вот так все простенько Все получится Все будет легко Обратите внимание Что у всех разные челюсти У всех костная ткань По-другому формирует лицо Кого-то перекрывает Субы у кого-то нет Сто пудово какой-то пруф в этом есть Сто пудово Какая-то нейро типология лица У них существует Да нахуй Да бля Видите и почему Она не ставит Леви Аккермана Который является оплотом Абсолютной силы Здравомыслия и смелости А потому что В нужный момент Когда он увидит Своего главного Идеологического противника Которому захочет Снести голову с плеч Ярость возьмет свое И весь его Тестостерон и адреналин Разнесут нахуй Любые когнитивные способности И перфонтальная кара отключится И будет функционировать Только амигдала И медалевидное тело А Эрвин Не имея наличия тестостерона Сможет управлять ситуацией И наблюдать со стороны И поэтому всегда Луководителем И что называется Альфа с отцом Никогда не является Самый доминантный С точки зрения Физического проявления Потому что В моменты Естества И буйного проявления Сила берсерка Нужна будет ему Чтобы справиться С преодолением Но зато Это прекрасные воины Которые могут регулировать Расстановку сил и средств На плацдарме жизни Войны И данного аниме Пользуйся положением Насколько она сейчас В их глазах является Просто прототипом Смелости Отваги Уверенности в себе Идя на смерть С иронией С самозабвением И с пониманием того Что так и должно быть У меня сейчас Такая хода Погрешноваться Сейчас Представьте Главная идея Императив Побуждает ее Наверную смерть Руки трясутся И вырабатывается Нор адреналина Она сейчас будет Как боевой берсерк Сношать все вокруг себя И заявлять В пространстве В мир Что я могу Я способна И это моя позиция силы Потому что я могу Стоять себя И показать И она Жертвует собой Во благо великого Потому что Уверена в том Что это правильно Так мы и живем Мы должны Жить во имя чего-то Главенствующая идея Главенствующий императив Ради которого Мы лишаем себя Жизни Но верим Что Слава чего-то Великого Гласного Значимого Нельзя отказываться От глубинных убеждений Нельзя отказываться От позиции веры Что-то Должно тобой двигать Вопрос лишь Что тобой будет двигать Что будет побуждать Тебя жить эту жизнь И в какой-то момент Поднять все знамения И сказать себе Черт возьми Я это выбираю Я в этот опыт иду Я признаю его Словно малыш Который отрубил себе руку Воруя и понимая Ради чего он это делает Ради чего он это делает Посвятим наше сердце Там по-другому Была сказана Фраза Отдадим наше сердце Звучит более пиздача Впервые слышу Как ты это говоришь Блять конченный перевод Там другая Танклиция была Я не ожидал От тебя такого Услышать Леви Вот представьте Леви Вот понимаете Насколько в жизни важно Иметь метафору Как метафора Меняет сознание Как метафора Побуждает человека На невероятные Невероятные Внутренние ресурсы Сколько всего Она воспроизводит внутри Отдадим наши сердца Эта фраза Увековечена В предсмертном Кличе Чтобы воевать За бравое дело И когда он это говорит Это ничего не значит Это абсолютная метафора Это просто смерть Но когда он это произносит Пространство меняется Оно искажается Оно имеет Абсолютно другую плоскость Абсолютно другую силу И не это ли является Образом Который мы в себя Впитываем Ради этого стоит Создавать ритуалы Мы живем в метафоре Мы живем в ритуалах Это священное таинство И только он сказал Отдадим наши сердца Автоматически Сила Приходит Все пространство Стягивается И награждает Этого человека Позициям силы Мир благоволит ему Он говорит Да Ты выбираешь эту позицию Ты ее достоин Принимая ее С абсолютной уверенностью В том Что это бравое И правильное дело Вот это я понимаю Блоскость Вот это я понимаю Жизнь Вот на это Необходима опираться И от этого Необходимо отталкиваться Метафоры И образы В боевой кличках Наложить на себя кресты Как Скинуть перед боем Когда викинги кричат Все или викинги Пьют по щитам И орут Это же тоже метафора Тоже проявление Тоже побуждение Норадреналина Это важные вещи Поймите пожалуйста Если вы Не готовы Обеспечить Своё право Правом силы Грош Цена Вашему праву Оно Иллюзорно Оно бесконечно Жалкое Оно Трусливое Оно Низменное И оно Предательски В отношении Самих себя Имейте смелость Обрасти силой Даже по другому В обратную сторону Имейте Внутри себя Интеллектуальную Способность Возрастить Своё право А после Обеспечить его силой Потому что По другому Вы являетесь Молодушным Плебеем Малограмотным Который Вы будете смеяться Тыкать пальцем И кричать Я же тебе говорила У тебя ничего не получится Из-за того-то Из-за того-то Из-за того-то А ты не трус Быть этого не может Как пиздато Снято Господи Боже мой Насколько это Пиздато И красиво Снято Когда Ебашутся Люди Боевой Берсерк В петель Жизни Дающий Надежду Людям И понимание Того Что они делают Что-то Во имя Чего-то Великого Проявление Абсолютного Тестостерона Леви Аккерман Ноль эмоций Ноль позиций Сухая Беспрецедентная Абсолютная В своем проявлении Позиция Сдержанная Просто посмотрите Насколько Сука Реальным Является Опять же Это аниме Оплот адекват Когда умирает Близкий Родной человек Которого Ты любишь С всей душой Это так и происходит Вот точно так Все сидят И молчат Потому что Каждый общается Наедине С ним В своей голове Это феноменальные вещи Утимативные вещи Мы про это забываем Мы про это забываем И поддаемся Сиюминутным соблазнам Зика Прикончу я Блядь Вот вы мне объясните Как можно было Создать такого персонажа Вот конечно Японцы Сука Умеют Сделать жизнь Сделать Просто Это Итачи Это Итачи В Атаке Титанов Абсолютный Оплот сил И вменяемости Он дал обещание Командору Норрингтону Я ебнусь Зика Я трахну его Я достану Из него все потроха Вот это воля к победе Вот это воля к власти Вот это сила Понимаете Когда говорит Леви Хочется понять Что блядь Вот так и должна Происходить Мужская жизнь Мужской мир Это оплота Это оплота Настоящего воина Я буду готовить Отдельную арку По Капитану Леви Мы столкнемся С адекватом Мы столкнемся С адекватом В этой реальности Я готов Прийти на что угодно Чтобы почтить их память И остановить Гулсу Такими идеалами Такой идеологией Движим человек То есть если у человека Нету идеи И нету Того за что он стоит Нет того за то Что он готов бороться До самого конца Его жизнь В самый ответственный момент Оборвется Очень неприятно Очень непонятно И очень Безобразно Нелепо Бессмысленно Потому что он не понимает Во имя чего Он даже умирает А здесь люди погибают За идею В целом вообще Все люди погибают За идею И уж если ты выбрал идею Будь готов удар одержать И выбирать ее До самого конца Этот грех я не смогу искупить Я на конце жизни Буду винить себя Видите Этот грех нельзя искупить Чувство вины Которое гонимое Этими людьми Идет в доступности В совокупности С персональной силой То есть чем больше У тебя сила Тем большие последствия Ты можешь оказать на мир И в здоровом Адекватном проявлении Человека Это должно Его сдерживать Как природный механизм То есть если тебе дается Сверхсила Сверхволя И сверхпозиция Доминации Должен быть Сдерживающий фактор В лице морали Который является Внутренним сенсором Внутренним компасом На то Что стоит делать Либо не стоит делать Человек осознает Свою силу В абсолютном проявлении Применяет ее В реальном мире Сталкивается С теми последствиями Которые с помощью Этой силы Достиглись Ужасается тому Что получилось по итогу И делает вывод Так поступать нельзя Это что-то Что надо использовать Ультимативно По назначению И никогда В угоду Собственным желаниям Прихотям И желанию Показаться лучше Чем я есть Либо кого-то Чему-то научить Потому что Она сознает и понимает Какого рода Внутренний механизм Будет съедать его Как антагонизм Тому что он воспроизводил В реальной жизни Он может повлиять На всех титанов Но все еще Можем свободно Использовать силу титанов Вот она Блять Демократия И настоящая Свобода выбора Алло Мир Пожалуйста Проснись Нахуй Вот Настоящая Свобода выбора Когда Ты Являешься Единственным лицом В этом мире Который раздает Право свободы Ты свободу Обеспечиваешь Своим идеологическим Врагам Которые способны Тебя остановить Но Ты выставляешь Финальную позицию Только одну Позицию силы Кто сильнее То ты прав Потому что Сталкиваются Две абсолютно Легитимных И реальных Картины мира Они в своем проявлении Потому что Они сейчас Слетят Убивать Эрона И Эрон Который убивает Час этот мир Две картины мира Существуют В одной реальности В пространстве Времени И они Сталкиваются В конфронтацию Чтоб посмотреть Чья картина мира Будет твежда И вот Блядь Демократия А не ваши Сраные лозунги О том Что давайте Будем Друг друга любить Нет Блядь Оно достигается Путем силы И того Кто будет прав По итогу силы Не потому Что он перекричал Уговорил Попросил Звел санкции Наругался Написал позу В инстаграм Право силы Вот и все Одно только Право существует Блядь А эти суки Начинают Рассказывать И лечить Вот настоящая Свобода Никакой Свободы Врагам свободы Всем выдаем Одинаковые Полномочия И кто Извините меня Сильнее Тот и решает За кем будет Последнее слово Так функционирует Реальный мир Мир реальности А не мир Должествования Мне бы хотелось Чтобы все С друг другу Были в мире И все было По справедливости Восклицает Какая-нибудь Тупорылая Неадекватная Либеральная Шалашовка Неважно Мужчина Или женщина Но когда он Толкнется С очевидной Выгодой Со стороны Несправедливости В свою сторону Скажет Нет Это другое Теперь наш Остров безопасности На него Несколько веков Никто не сунется Видите Какой армин Иллюзий На него Несколько веков Никто не сунется Но на 2001 Год Начнут нападать Марлейцы Начнут нападать Жители Других Государств Помня историю О том Как поступили За предками И будут правы Потому что Они возмущены Их одолевает Жажда мести Кровь В их жилах Будет кипеть От осознания Того Что можно Убить Очередного Титана И остановить Их Будет точно Так же Невозможно Потому что Они не будут Обладать Правом силы Поэтому Сейчас Эрвин Понимая Эту ситуацию Регулирует Конфликт Единственным Доступным путем Который У него По умолчанию Внутри У вас Производится Сейчас Еще Можно Остановиться И заключить Договор О Ненападении Видите Какая интересная Фомулировка Договор Не о мире А договор О Ненападении То есть По сути Мира Никогда Между Вот и так Насколько Это глубокая Изистенциальная Фраза Мира Никогда И не было В этом мире И постоянно Идет конфликт Постоянно Идет эскалация Постоянное Противостояние Двух сторон Постоянное Противоборство И можно Заключить Договор Во время Конфликта Мы в конфликте Просто не Нападаем Мы в конфликте Просто не Нападаем Это же Глубокая Это глубина Это глубина Метафизичного Проявления Того Что мы Наблюдаем В реальности И то же самое Происходит с нами Мы находимся В первородном Конфликте С самим Собой С своими Мыслями И только Можно научиться Принять себя В самых Темных Самых Низменных Самых Мирских Состояниях В этом Себя Узнать Принять И начать С этим Жить И вызывать Ту личность Субличность Себя Которая Необходима В данный Момент Времени А не быть Утопичной Иллюзией Что можно На одних Бровях Вытянуть Всю жизнь В одном Архетип И в одной Реальности Дурка Блять Ты пролил Достаточно Крови Чтобы нас Защитить Видите Какие Интересные Фомайлеровки Использует Каждый Персонаж И он же На самом деле Говорит О своего Если Смотреть Без манипуляции Скрытой Я Движим Чувство Вины Мне уже Стыдно За то Что ты Покупаешь Так Давай Мы сейчас Сами Возьмем На себя Это Дремя И я Так И не Простил Тебя Из-за Смерти Саши Малой На чувство Вины Давит Эрвину И говорит Ты Виноват В том Что Ты Своим Халатными Действиями Привел К смерти Саши Но Я Тебя Понимаю А я Даже Ни разу Не попытался Понять Вообще Раскачивать Под Дофамином Могачелем Вначале Чувство Вины А потом Сближение То есть Делает Еще Хуже Чем Может То есть Эта фраза Будет Человека Отталкивать Почему Именно Потому Что Человеку Будет Неприятно Когда Тебя Чувство Вины Погружают А потом Тебя Горят Блять Я Все Таки Понимаю Почему Так Себе Микаса Аккерман Сверхменяемая Женщина Она Одна Я Хочу Разделить Это Бремя С тобой Это Единственное Что Можно Сказать Тому С кем Ты Разделяешь Одну Кровь Одно Племя О чем Можно Дальше Разговаривать Это Единственная Формировка Которая Способность Сблизить И Как Дать Понять Что Тебе Хотят Сделать Больно И Блох Женщина Которая Познала Женщину Саму Себя И При Этом Она Воительница Это Крутейший Архетип Женщины Во всем Своем Проявлении Если Остановишься Сейчас Отделаешься Только Взбучкой Леви В своей Манере Пугает И запугивает На чувство Страх Представьте Насколько Люди Используют Одни Те же Эмоциональные Якоря Мы Всю Жизнь Живем И Общаемся С людьми Воздействуя Друг на друга На одни И те же Эмоции Просто Постоянно Друга Тыкаем Словно Какашку Спичкой В надежде Испытать Новый Запах Новый Аромат Это Прадоксально Абсолютно Адекватная Речь Способная Достучаться До сердца Друга Поймите В минутах Самой большой Боли Самого Большого Разочарования Самой Большой Утраты Мы Способны Только Сострадать Другому Ближнему Только Сострадать Чувство Вины Чувство Страха Преувеличение Преуменьшение Играют Всегда Против Этого Только Лишь Сострадание И Разделение Боли Слушайте Какая Сверхвменяемая Повестка Демократии Сверхвменяемая Повестка Настоящая Свобода Я не могу Отбирать У вас Свободу Потому что Мы с вами Одной Крови Крови И вы Можете Поступать В отношении Меня Как Считаете Нужно Но будьте Готовы К тому Что Прямая Конфронтация Будет в тот момент Когда вы Позаритесь На мою Картину Мира И на Мои Убеждения Это и Есть Топлод Здравомыслия И адекватности Если бы Мир был соткан Из таких Людей Мы бы Имели Сверх Гениальное Общество Сверхвменяемыми Адекватными Людям А всех Дебилов Просто бы Утилизировали По факту Непригодности Их Картины Мира Не в плане Позволяет Многокомпонентно Вмещать в себя Любую картину Мира Что люди То что мы Наблюдаем Сейчас От трансгендеров До всех Сексуальных Меньшист И прочих Белый мужчина От традиционной Сексуальной Ориентации Стал Меньшинством Гонимым Обществом Вы понимаете Невменяемость Маскулинность Мужские критерии Мужская метрика Мужской мир Стал чем-то Абсурдно Радикально Неправильным Это как нужно было Ебнуться головой В стену Чтобы Это обсуждать На серьезных вещах И люди в это повеют Ебанаты Просто тотальные Женщина Говорит Мужчина имеет право Плакать Мужчина имеет право Не быть бедным Мужчина имеет право Красить ногти Мужчина имеет право То-то-то и тот Один вопрос Чего ты с ним не ебешься А приходишь ебаться Ко мне Токсичным Конченным абьюзером Объясни пожалуйста Потому что вы свободны Потому что вы свободны Вы понимаете Блять Насколько это Сука Обменяемые вещи Я разрешаю вам Меня потенциально Убить Это цена настоящей свободы Потому что мне Досталось очень так же тяжело И я добиваюсь Ее для вас Для нашего потомства В дальнейшем Нет блять Давай будем сейчас Заниматься тем Что тебе будем мешать Спасибо Каждого из нас Есть убеждение За которое мы готовы бороться Поэтому Нам не нужно конфликтовать Слушайте У каждого из нас Есть убеждение За которое нужно бороться Нам нужно конфликтовать Это конечно Логическая ошибка Потому что Наличие двух убеждений Порождает конфликт Но видите Две сверхсильные Группы людей Решают договориться Потому что Им это выгодно Исходя из того Что в любом случае Будут потери Попробуйте оборвать Мое дыхание Ведь вы свободны Мне нравится Формулировки Вот и все Вот и все Объяснение Попробуйте оборвать Мое дыхание Ведь вы свободны Блять Настолько вменяемые вещи Настолько вменяемые убеждения Я разрешаю вам Прочувствовать Пощупать Это можно Либо выбрать Внутри себя Либо Нельзя Ощущать доверие Уважение Выбор Уважение Другого Человек Есть Только Внутреннее Субъективное Переживание Люди Опираются На такие Фундаментальные Базовые вещи Потому что Решают Что это Их питает Это их поддерживает Это глубокая Убежденность В том Что если Не поступят По-другому Они не смогут С этим жить Это их Глубокая Искренняя Убежденность Поэтому Легче Ориентировать Себя На моральные Ценности Деньги Защита Территория Власть Потому что Она Эмпирически Измерима Мы способны Взять деньги И посчитать И поэтому Мне проще Не мне Конкретно Как человеку А человеку Который Сдается Вопросом Морали Нравственности По факту Происходящего Когда понял Что деньги Ничего не решили Деньги То можно Посчитать А мораль Чувство вины И разрушение Самого себя Изнутри Нельзя посчитать Оно тебя Отравляет Потому что Ты думал Что сможешь Справиться А оно Оказывается Почему-то Возникает Каким Хуем Непонятно Но возникает Вот и все Они же Отправились На остров Демонов И мы же Наблюдаем В реальном мире То есть Мы искренне Убеждены В том Что есть Леворадикальные Праворадикальные Мы искренне Убеждены В том Что есть Какие-то Ужасные Моральные Давайте так Они Сто процентов Есть По факту Существования Это так И прочее Прочее Но сейчас Они жертвы Пропаганды Они же Точно Такие же По крови Это абсолютно Один народ Из одного Гена Из одного Генома Из одной Гаплогруппы Анимешной Но гаплогруппа Этого народа Вот именно такая Такой вот набор Хромосом А они говорят Остров демонов Когда сами Являются точно Такими же Если бы она Не стала воином Мы встретили Конец Какое ужасное Дегенеративное Самозабвенное Мерзкое Слабое Чувство Мы бы встретили Конец вместе Если бы она Не стала воином Пускай наша Дочь умрет Вместе с нами Чем будет бороться И сражаться За свою жизнь Вообще Вменяемые Скажите мне Что там Курнули Чтобы такие Тезисы Заявлять В пространстве Это атака Режиссов Всего человечества Видите Агрессия Способна Быть остановлена Только встречной Агрессией И будет прав Тот Кто выиграет Они не идут На переговоры Они не идут Оговариваться Они четко Осознают И понимают Что те Последствия Которые они создавали Когда убивали Все время На острове Парадис Титанов Скармливали Самим себе Сейчас получают По заслугам Мы пожинаем Здравомыслие Берет вер В самый Неожиданный момент Командир Видно что генерал Полководец Который видел Немало крови Осознает И понимает Каким Дегенеративным Тупорылым Аморальным Деянием Они Знаменовали себя И сейчас Получают по заслугам И это Последний Оплот Спасения Который Естественным образом Будет Обречен на фиаско По факту Меньшего количества сил И это Воздаяние Которое Постигает Человек За его Халатное отношение К внутренним Моральным убеждениям И ценностям Осознавая И понимая Что перед тем Как кому-то Бить ебучку Осознавая И понимай А способен ли ты Потом Быстрый Когда тебя будут Бить в ответ Мы больше Никогда Не совершим Этой ошибки Даю вам слово Вот с этим Состоянием Вот с этим Убеждением С этим Глубинным Разочарованием Сталкивается Каждое поколение Которое проходит Войну И понимает Какого ужасного Масштаба Какого Какое страшное Явление Люди наблюдают В действительности Как вторая Мировая война И как Те ветераны Которые помнят Что это было такое Ужасом Вспоминают Эти годы И по-настоящему Страдают От воспоминаний Которые там Происходили И не говорят себе Никогда бы Это не повторилось И мы Имеем То что имеем Войны Происходят На регионах Нашей территории Примерно Каждые 80 лет И закончится Эта война Начнется новая Закончится Следующая Начнется новая Это мир В котором мы живем И к сожалению Осознают тяготы И последствия Войны Только те люди Которые заставили Ее в действительности Видите Слезы матери Которая Взращивала Своего ребенка Чтобы Отделить Своё Грязное имя Демона Чтобы для нее Дали новую повязку И она ощущала Своей безопасности И была готова Пожертвовать Всеми Мораль Видите Чувство радости Презрения Разочарования Страха Испуга Умения Какого-то Дофаминово Маньячного состояния То есть Мне нравится То, что Классно так Иллюстируют эмоции Потому что здесь Вообще Всё, блядь Радость Разочарование Гнев Тревога Депрессия Презрение к себе Презрение к миру Не использование ребенка Как оружия Достижение собственных целей Ну вот Вот наследие Которое пожинает Взрослые Которые взращивали А потом удивляются По каким таким началам Когда нам родителей Могут не любить дети Да потому что Дети, блядь Могут взращиваться В таких дегенеративных семьях Где родители Просто их эксплуатируют Манипулируют чувствами вины Чтобы воздействовать Во вторую половину А потом, блядь Удивляются Чего ты меня не любишь Да потому что Мне на тебя похуй Вот поэтому я тебя не люблю Понимаешь Так бывает Тебе было похуй на меня А сейчас мне похуй на тебя Так устроен мир Извини Так бывает Агрессия останавливается Только в встречной агрессии Закон этой жизни Помните об этом Дети не должны Платить за наши Дети не должны Но дети всегда платят Понимаете Как много мы говорим И как много это значит Как сильно эти слова Нам кажутся такими Осмысленными Крутыми Классными Задушевляющими Правильными Корректными И как на самом деле Они не отражают Вообще Нихуя Потому что Дети будут платить За их грехи Дети будут за это Расплачиваться Дети будут страдать И дети будут умирать Из-за того что Взрослые Решают вопрос Только по взрослым Такой мир И просто Пора фразу То есть Ключить из обихода И воспользоваться другой Дети всегда Будут платить За грехи взрослых А люди Блядь Живут в мире иллюзий Называют иллюзию Иллюзией И расстраиваются Из-за того Что блядь Эта иллюзия Не может измениться Под их Представление Об этой реальности Мир должного Блядь Что с них взять? Работайте Как сейчас ему Блядь Леви накидает Поебалу Сука Мы остановим Гол В атаку Блядь Бля какой пиздатое Аниме Ебаный рот Этого казино Как они делают Эту жизнь Да нахуй Сейчас будет мясо Сука Только 8 лет Только 8 лет Неужели солдаты Парадиза Хотят остановить Гол земли Представьте Да Насколько Высокая мораль Солдат парадиза Что они готовы Идти на спасение Тех людей Которые считали их Демонами На протяжении Всей своей Суверенной истории Это Это высшая мораль Высшая Это Иисусы Воплоти Подставь щеку Когда тебя пиздят Это высшая степень любви Вот это Высшая степень любви А не ваша хуйня Которую вы толкаете В мир Райнер Понимаете Вот люди Сверхсильные Сверхсмелые Блядь Тащат за грехи А люди стоят Блядь На горе И кричат Райнер Закрывают лицо Руками И плачут И ноют Люди берут на себя Кровь Чувство вины С которыми будет Всю свою жизнь Убийство друзей Убийство родственников Чтобы Могли жить Сверхсильные Идут в конфронтацию Берут на себя Невероятное бремя Стоят Люди Которые Срали Просто им В ноги Абсолютно Издевались И убивали их Говорят Ой извините Наверное Мы были неправы Можете сейчас Пожалуйста Опять собой пожертвовать Потому что мы вас Слишком сильно хуярили И вы все таки После даже этого Поверили в нас И хотите нас спасти Очень классно Блять Ты правда считаешь Себя свободным Пиздюка В людях таких живет Просто пиздец Я очень сильно жду Осень Чтобы разъебать И дальше этот терял Конечно это просто Бесконечная Прекрасная картина Я рад буду с вами Провести это время Спасибо вам большое За внимание Спасибо большое Что провели это время Со мной Давайте с кайфом С удовольствием Будем ожидать осень Поэтому вот так вот Спасибо за внимание Оставляйте комментарии Делитесь видео Это интересный контент Интересный разбор Который прям вставляет